Чаун Терпунч, США Взрыв российской ракеты указывает на опасность начала новой гонки ядерных вооружений Джереми Кузьмаров Чаун Терпунч, США 15 августа 2019 года В четверг, 8 августа, взрыв, произошедший недалеко от полигона в Ниноксе на севере России во время испытаний нового типа крылатых ракет с ядерно-энергетической установкой, обернулся гибелью как минимум 7 человек, в том числе нескольких ученых, а также резким скачком радиации в атмосфере Аналитики в Вашингтоне и Европе убеждены, что этот взрыв может пролить свет на технологические слабые места новой российской программы вооружений Однако гораздо больше беспокойства должны вызывать погубные последствия новой холодной войны и гонки вооружений, которая уже начинается между США и Россией В феврале администрация Трампа объявила о решении вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который бывший американский посол в России Джон Хансман, Йон Унцман, назвал одним из наиболее успешных договоров в истории который запрещал баллистические ракеты, крылатые ракеты и ракетные установки наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров США обвинили Россию в нарушении условий этого договора и не захотели дождаться того момента, когда группа международных инспекторов подтвердит обоснованность этих обвинений Ранее Россия обвиняла США в нарушении этого договора, указывая на применение технологий войны беспилотников и развертывание пусковых ракетных установок в Девеселу, Румыния Этим летом администрация Трампа намекала на то, что она не станет ратифицировать новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году Подписанной администрацией Обамы в рамках ее политики перезагрузки отношений с Россией в 2010 году, новый договор ОСНВ ограничивает число развернутых стратегических ядерных боезарядов до 1550 единиц А число развернутых и неразвернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, до 800 единиц В пятницу, 9 августа, газета New York Times, New York Times, опубликовала статью колумниста Брета Стивенса, Бретт Степенс С заголовком США нужно больше ядерного оружия, ты уяснить с морья Нукес, в которой нашла отражение позицию советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона Йон Болтон, питающего особую неприязнь к соглашениям по контролю над вооружениями Стивенс написал, что проблема с договорами по контролю над вооружениями заключается в том, что плохие парни жульничают, а хорошие – нет, и зачастую мир понимает это слишком поздно Теперь Россия, по его словам, снова жульничает Однако в своей статье Стивенс не приводит никаких объективных доказательств об основанности своего обвинения По словам Стивенса, американские президенты Джимми Картер и Рональд Риган уже установили стандарты эффективной политики правительства Когда в конце 1970-х годов Советский Союз развернул ядерные ракеты средней дальности РСД-10, угрожавшие военным объектом в Западной Европе США ответили на это развертыванием в Европе сотен ракет средней дальности Першинг-2 и крылатых ракет Стивенс полагает, что администрация Трампа и ее преемники должны отвечать на провокации России и Китая точно такими же шагами по наращиванию военного потенциала и развертыванием дополнительных систем вооружения Помимо того, что в своей статье Стивенс рисует такую картину мира, в которой мир разделен между добром и злом Одной из главных проблем этой статьи стало то, что он не смог предложить адекватный исторический контекст, чтобы аргументировать свою главную мысль Если говорить о Первой Холодной войне, то Советский Союз начал быстрыми темпами наращивать свой военный потенциал только после того, как к началу 1960-х годов США создали огромный арсенал ядерного оружия, насчитывавший 22 2229 боеголовок, который намного превосходил арсенала СССР, заставляя последнего догонять Америку Кроме того, Стивенс изображает Россию и Китай злодеями, угрожающими США, несмотря на то, что в распоряжении США есть в 15 раз больше зарубежных военных баз, а их военные расходы превышают военные расходы России, Китая и еще как минимум шести крупных стран, вместе взятых Сейчас необходима срочная мобилизация в поддержку режима контроля над вооружениями, в духе движения за замораживание производства ядерного оружия конца 1980-х годов Генерал Лей Бутлер, командовавший ядерными войсками США в 1990-х годах, после своего ухода в отставку выступил с покаянным заявлением, в котором он осудил гротескно разрушительные военные планы и спровоцированное уже само не менее, которое препятствовало рациональному мышлению, сделало ядерную войну мыслимой и породило избыточные арсеналы ядерного оружия в период холодной войны Бутлер добавил, что человечеству удалось завершить холодную войну и избежать ядерного холокоста только благодаря некой комбинации дипломатического искусства, слепой удачи и божественного вмешательства, которого в этой смеси, вероятно, оказалось больше всего Вряд ли нам стоит проверять, повезет ли нам настолько сильно во второй холодной войне Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует...